Здравствуйте, мои дорогие! У нас 1 октября, суббота, 8 вечера. 1 октября. Помните торт, который мой муж купил 18 сентября? Сегодня 1 октября. Я же говорила, это выброшенные деньги, вот. Когда вкусно улетит? Две недели. Я к нему не прикоснулась, я терпеть не могу. Вот. Зачем он маме его, если она в теле умерла? А душа? Она что? Вот душа она здесь. Называется... А какая разница, что жена его терпеть не может этот торт? 14 лет объясняла. Вот он стоит. Дети, естественно, если было бы вкусно, они бы съели. А когда же я отвезла? Она... Слушайте, я очень надеюсь, что вы со своими любимыми людьми так не поступаете. Что... Ну, я не знаю, может быть, у меня муж заразился духами от моей мамы. Знаете, именно духами, потому что... Ну, вот эти вот торты, вот эти вот бисквитные, ну, вот она мне всё время покупала, и я их терпеть не могла. И вот так вот оно вот стояло, и она потом выбрасывала. И вот как на зло дело, вот знаете, вот на зло. Только я такое не представляю, чтобы мать такое делала. Ну, мне муж такое делает, мне бывший такой муж такое делает. Пять лет вот я прожила с ним, и что он умел делать, вот что я ему доверяла там готовить. Картошку он жарил, и омлет. Омлет я просила никогда, и вот если он просил там, хочешь омлет? Я говорю, да, только не клади муку. Пять лет он клал муку в омлет. Я ненавидела с мукой, и вот такой приносит, знаете, вот... Западенец, наверное, ребята, я вообще раньше не делила. Ну, западенец, он с Хмельницкой какой-то области, со селах Кустовцы, этот Саша Мажуга. Женился на мне, чтобы издеваться. Вот на полном серьезе. Я вообще не представляла, чтобы человек, знаете, вот в состоянии взрослым будет издеваться. И моя мать тоже самая с детства. Вот она меня бросала, не кормила. В семь лет я полгода сама прожила. В два года они меня с отцом вообще бросили. Отправили меня в Самарканд вообще с чужими людьми. Вообще ничего обо мне не знали. Там дедушка гулял, бабушка... Ну, слушайте, я вообще ничего не помню там. Вообще кто за мной там смотрел? Ничего, тетя у меня работала. Теперь он... Ну, американец муж, слушайте, прям как заражены одними тем же духом издеваться. Издеваться надо украинка, русскоговорящая украинка. Наверное, потому что иностранка. Я не знаю почему. Почему Можока надо мной издевался, я понятия не имею. Потому что в Западной Украине родился, в каком-то селе и приехал над городом на додеситка издевался. Может быть. Откуда я знаю? Вот я видела, что вот я чувствовала вот тут зависть и ненависть. Слушайте. Я знаю, что точно вот на небе этого не будет. Точно не будет. Я надеюсь, что вы такое своим не делаете. Теперь с ложками. Я когда отвезла мужа же и сына в эти вот в Колорадо, я же все деньги заплатила. Вообще все деньги там, что, 2000 своих заплатила. Вот. И у меня ни на еду не осталось, ничего. Я месяц голодала. Месяц. Вот он мне покупал чаи, которые вообще ужасные, которые я терпеть не могу. В общем, пошел он купил ложки. Я говорю, зачем ты ложки, какие страшные? Он говорит, ну что, вот и будешь терпеть. Я говорю, ты же женился на мне издеваться, что эти страшные ложки? Ну и что? Значит, привыкнешь. Вот я сейчас получила, когда 18 сентября эти деньги от государства, та пенсия. Пошла ложки купила себе. Я его ложки не выбросила. Вот смотрите, я его ложки не выбросила. Я остала половину его ложек и половину свои. И то же самое вилки. И маленькие ложки. И ножи. То есть, знаете, нет у меня подляны изнутри. Вот нету. Нету и не было. Почему они подлянистые? Не знаю. Ребята, не знаю. Вот серьезно. Слава Богу, что у меня дети, знаете, да, конечно, они тянутся, вот, ну, знаешь, половина там от мужа, вот эти подлянки тоже. Но я потом беседую с ними, говорю, вы зачем вот себя так ведете? Вы что, вам приятно, чтобы с вами вот так относились? Я говорю, я же тоже психануть могу. Попробуйте еще, расскажите, что я плохая мама. Я психаной пойду в приют жить. И буду ставить эти вот все еще видео, что меня выкинули просто. Вот 7 лет меня угрожали и выкинули. И я плакала в подушку не из-за того, что я боялась, а из-за того, чтобы нервную систему моих детей не тревожить. Вы думаете, что мне больше делать нечего, знаете, только сражаться с каким-то этим вот мужем американцем. Да вообще, вон я постирала, у меня эти вот полотенца были с пятнами. Я поставила, Даниила отвезла, он там футбол этот вот играет. А теперь, смотрите, я заказала тоже деньги. У каждого свои эти вот. Кто-то вот, у меня, знаете, вот, что мама, что отец, что вот люди, которых я любила, от меня нужны только благо и драться со мной, вот знаете, в таком плане, вот, чтобы не с врагами где-то внешними, а вот здесь себе врагов внутренних каких-то находят. Как моя мама никогда мне, там, одежду вообще не покупала. Что-то такое вот, такое жутко покупала. Но я не знаю, бомжи лучше, знаете, вот одевались. Я только мечтала, чтобы быстрее вырастись из того вот детства, чтобы, блядь, уснуть и проснуться взрослой, чтобы найти себе работу. Так в 15 лет я себя полностью содержу и кормлю. Так смотрите, что я заказала. The Divine Liturgy of, значит, Иоанна Богослова. Простите. Иоанна Златоуста. На английском это St. John Chrysostom. Это литургия. На английском языке. И здесь, кажется, еще на греческом. Нет, только на английском. В общем, кому что, я, знаете, вот еще книги заказала. Ну вот, заказала ту Серафима Роуза. Вот вместо того, чтобы, смотрите, у меня аниме, я бы съела, если бы хороший был тортик, съела бы, вот когда ни среда, ни пятница, почему же тортик не съесть? Ну, знали, что я терпеть не могу этот торт. И вот просто издевается. А совсем позавчера вообще было. Я говорю, слушай, а чего ты такую соленую еду готовишь? А вдруг он мне говорит, муж мой, а ты же сама сказала, что христиане соль земли, тебе соль полезна. Я говорю, ты вообще в своем уме? У меня больные почки. Меня мать вообще не смотрела. Меня городского ребенка отправили на поля колхозные таскать мешки с картошкой по 50 килограмм. У меня сорваны почки. Я с 18 лет болею почками жутко. У меня год была температура 37. 37,3 вообще год просто не падало. Песок бесконечный шел. Я вот так вот ходила согнутая. Мне скорые не помогали. Мне никакие эти вот... У меня камни были. Я работу не бросала. Ни учебу, ни работу. И вот такая согнутая, с болями, с книжками вот этим. Потому что я знала, что меня пробой, что никто не накормит. Никто не накормит. Я говорю, как ты вообще можешь мне вот это соленое? У меня потом почки болят. Они у меня на всю жизнь. У меня хронический пилонефрит из-за того. У меня хроническая анемия. И любые нервы вот это вот... У меня вообще... Ужасно меня в детстве вообще не кормили. Ребенком вообще никто не интересовался. Ни моим здоровьем. Нигде я сплю. Ни что я делаю вообще. Вот. И да, вот так вот он еще и издевается. Я говорю, ты что, издеваешься? Мне нельзя соли много. Я вообще год сидела в 20 лет. Я год была на диете. Я когда работала в обл.потребсоюзе, я год еду себе паровую делала. Паровую мне ни грамма соли нельзя было вообще. Кого посадить вообще без соли, чтобы всю еду... А именно паровой. Там чуть-чуть мяса можно было, паровое. И все без соли. Вообще все без соли. Я только сама себе готовила. Я в 20 лет сама себе готовила. Это вообще никого не волновало. Мое здоровье никогда не волновало. Здорово я вышла замуж. 14 лет я думала, знаете, вот. Будем платить долги и все выплатим. О чем вы говорите? О чем вы? Я надеюсь, что у вас не так. Я надеюсь, что у вас не так. И я надеюсь, что у вас, знаете, в глазах вот именно не деньги-деньги-деньги-тугрики, а вот благословения. Благословения. Смотрите, какие книжки бывшенные я купила. Уже стала читать. Эдгар Аллен По вот на английском языке уже стала низвержение Вольфстрим. Сегодня сидела с внуком, смотрела, пока он там спал в колясочке. И я стала читать. Здесь и овальные портреты, и, в общем, его, и стихи Эдгара По, и его эти вот страшилки, страшилки. Представляете, на английском языке. Фауст Гёте. У меня Дженнифер сказала о Маргарите, когда я говорю. Она такая, это же коктейль. Так вот, чтобы человек, чтобы у меня дети узнали, что Маргарита, что это героиня, главное Фауст, это вообще как можно Фауста не знать. Ой, так, Мольера, комедия Мольера и Милтона, все эти вот стихи, все поэмы Милтона. Вот, вот чем я занимаюсь. Знаете, ребята, у кого что, у Оксанки Павловой, вот, стихи в оригинале и произведения в оригинале, и молитвы, и сегодня суббота молитвы за усопших, и полотенца эти кухонные я купила за свои деньги. Вот так вот, и так, и я дома на хозяйстве. Вот так живу, знаете, вот Господь мне дал детей, это благословение, и я буду им объяснять, что дьявол это личность, личность, и демоны это личности, и они подселяются там, где есть местечко тёпленькое, корни пускают, и вот, знаете, весь мир переворачивают, и вы почувствуете это, когда вы почувствуете, что вас сбивают с ровной дороги, вас сбивают от, знаете, от божьих прямых путей, над вами смеются, над вами вас унижают. Вот сразу увидите вот эти, почувствуете эти духи. Так вот, стойте в Боге, прилепляйтесь к Богу, и, знаете, даже если все вот люди, которые вот в теле будут смеяться над вами, очень советую, богатейте в Бога, и останетесь в здравом уме и рассудке.